Далее, к слову, предоставляется ФИКС, зовут Алексей Анатольевич, и докладе на работе системы контроля рабочего зазора магнитных комплексов «Солония». Добрый день. Мой доклад посвящен разработанному системам контроля и управлению зазором. Разработан БИФА для управления макетом, который сейчас поставлен в предыдущий докладчик. Сейчас мы попробуем запустить маленькое видео, короткое. У нас разработан вот такой макет, совершенно незречно взлетает. Основной задачей магнитного системы контроля и управления является держание рабочего зазора в процессе реабилитации. В таких системах, с такими подвесами, зазор обычно составляет от пяти до двадцати миллиметров, сейчас накладка опустилась, как вы видите. Презультаты моделирования электромагнитного подвеса показали, что для его устойчивого функционирования управление зазором должно осуществляться с частотой не менее 200 Гц и точностью порядка одной сотни миллиметра, что, в принципе, определило дальнейшие требования к выбору датчиков зазора. Для применения в этих системах мы рассматривали два наиболее подходящих типы датчиков. Это лазерные тренингуляционные датчики и интенсивные датчики. У лазерных датчиков, что хорошо, там у них очень линейная характеристика, но при этом есть большой недостаток. Это их высокая стоимость и необходимость использования помеха влага защищенных корпусов и чувствительность и выдавок нагрузки. Хотя точность, которую они обеспечивают, она обычно достигает только удаления фронта. Индуктивные датчики имеют нелинейную зависимость, поэтому необходимо использовать предварительную коллекровку. И у нас разработаны методики коллекровки датчиков, которые позволяют достигнуть этой точности. Система контроля и управления репутационным зазором предназначена, как я уже сказал, для управления токами в электромагнитах и системы электромагнитных комбинированных подвесок, для того, чтобы удерживать величину зазора в необходимых датчиков. Такая система может быть реализована как на базе цифровых систем, так и на базе аналогов схем. В обоих случаях имеются свои достоинства и недостатки. Для цифровых систем, как известно, характерна гибкость и возможность оперативного изменения алгоритма управления в процессе разработки, но основной недостаток состоит в существовании времени задержки при аналогово-цикровом реобразовании. А аналоговым схем, наоборот, присущим высокая скорость работы, которая по нашему оценку и по результате моделирования и исследования разработанной системы может составлять десятки килогерцов, но при этом невозможно оперативно изменять алгоритм управления, чтобы сильно запреднять разработку. Независимо от принципа реализации системы контроля, ее функции можно условно разделить на несколько основных внов. Это измерение величины зазора, собственно говоря, дальше. нормализация сигнала для последующей обработки это усиление, фильтрация сигнала, оцикровка, если справа ли со схемой, ну и, собственно, синтез алгоритма управления и далее формирование отправляющих сигналов в источниках. Для обработки алгоритмов и вариантов реализации управления в нас в ЕФА разработан ряд пакетов, которые Андрей Николаевич только что рассказывал, собственно, все начиналось вот с этого маленького макета, на котором была впервые отработана аналоговая система и в результате мы получили устойчивый контроль над плечной забором, ревентирующим пластинами, что, собственно, утвердило правильность нашего пути. Далее, на этом же макете мы испытали цифровую систему, а для управления электромагнитами у нас разработаны специальные источники тока, управляемые источники, которым мы посвящем И следующее такое. Управление обеспечивается, посредственно вычисления на фразе увеличивающих корпоративных информативных, программный народ для этих систем был разработан в среде действий, что позволяет это можно создавать и контролировать и удерживать величину дозора в процессе работы. В результате у нас уверенно достигалось точность управления революционным дозором порядка 200 мм. Для управления революционным пакетом электродистамического подмеса также разработана специальная комплексная система управления дозором, которая позволяет решить задачу управления ВТСП модулем. Система эта состоит из четырех датчиков дозора, модулей аналогового преобразования, цифра аналогового преобразователя, управляющего контроллера и двух источников питания и персонального компьютера с системой управления. Эта система контролирует следующие основные параметры. Величина зазора, ток ВТСП катушка, магнитные индукции ВТСП модулей и напряжение на ВТСП катушках с целью защиты и также уровень озвучка приостановок. Программное обеспечение для этой системы было разработано в среде ООН. Позволяет индивидуально контролировать параметры системы и управлять источником питания как в революционном режиме, так и в базарном голове. В результате проведенных дней параметры у нас формулированы требования любого типа датчиков для изделения революционных зазоров, а также разработаны литой двигатель, которые обеспечивают и потребуют мощность. Для обоих перспективных вариантов революционных подвесов разработаны ООН и алгоритмы работы систем контроля. Изготовлены макеты для исследования и отработки алгоритмов управления. Разработаны, изготовлены и испытаны макеты аналогов и цифровой систем контроля управления революционным зазором. Использованы как различные подходы к реализации аппаратной части, так и различные среда разработки, что в будущем позволяет выполнить оптимизацию и унификацию систем контроля управления. Разработаны требования быстродействующих управляемых источником питания для управления. Все, спасибо. Внимание. Вопросы? Спасибо, Александр Владимирович. Олег, мы знакомились с аналогичными вещами, системами управления авторского контроля управления, скажем так, делаем за основу. Ну, вот, я говорю, такой бытовой, понимаете, я говорю, как вы нам подарите, я говорю, что у вас такой управляющий контроля управления, я говорю, спасибо, привезёте. Я говорю, нет, это у нас самая дорогая часть всей системы, но, значит, ну, нахер это сделать только, так сказать, попросить. И вот результат. Огромное спасибо. Мы тогда знаем, что мы вообще теперь трудностей не видим в магнитных эффекциях с точной зрели исполнения. Мы прошли все эти меры, мы прошли все эти пути. Мы знаем всё, что делается в мире. И самое главное, у нас это вопрос будет только отечественная и относительно дешёвая данная канада будет 10. Поэтому, когда нам говорят, на некоторых листах, мы не верим, что это может работать, ну, ну что, это модуль, то есть, если я был задорчик, то я поверю, они управляются и долго не дородятся, потому что они управляются. Так, коллеги, вопросы, пожалуйста, если вы получите закладу, поэтому закладание связано 10 раз. Так, супер! Ну, я просто поставил сюда столи, как мы говорим, в лендочке. Оскажите, не оцените, в случае электромагнитного продвеса есть, используя ДСК или электромагнитные отходки, в значении, ну, в практическом уровне не увеличите реабилитационные задания? Я думаю, это оценим при дальнейшей развитии вот этого макета, потому что там планируется создание ДСК модуля вместо опорных магнитов. И, естественно, это все было оценивано, я просто сейчас изобретеняю, что есть конкретные цели. Можно и столетий помогут. ДСК? Парал Соколевич, а вот, у меня на вопрос. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...